Квитка и без одни полюстки квитка. А полюстка без квитки ничего. Девятилетние двойняшки Кристина и Дарина старательно готовят домашнее задание. Каждая за своим отдельным столом. В этой комнате девочки живут с рождения. Мы хотели здесь обои красивые сделать и делать хороший пол. И мы хотим еще тут привезти новый стол нашего гаража. Но минувшей осенью малышек, их родители и бабушку едва не выселили из этого дома. К семье наведали судебные исполнители. Малышок урохот. Дети смотрят в окно, я даже первое не видела. Бабушка, срывают калитку. Все началось три года назад. Мама девочек и хозяйка дома, Инна Мороз, заняла у знакомого больше 100 тысяч гривен на развитие бизнеса. В обмен мужчина попросил подписать договор купли-продажи на дом. Женщина уверяет, уже через несколько месяцев всю сумму вернула. Вот только документы на жилье назад получить не смогла. Человек сказал, что ты знаешь, я перепродал дом, и поэтому ты будешь иметь дело уже с другими людьми. Люди подали в суд о моем выселении, имея на руках документы права собственности, которые они незаконным образом зарегистрировали. То, что дом у нее отняли незаконно, Инна несколько лет пыталась доказать в судах. Женщина уверена, стала жертвой афериста. Мол, ее кредитору удалось обмануть Фемиду. Судьям предоставил справки, в которых нет ни слова о двух детях, прописанных в доме. А выселять их без разрешения органов опеки запрещено. Связаться с самим кредитором журналистам не удалось. На телефонные звонки он не отвечает. За помощью женщина обратилась в прокуратуру. Решение о принудительном выселении правоохранители оспорили в апелляционном суде. Служители Фемиды теперь стали на сторону семьи Мороз. В прокуратуре была проведена проверка, в ходе которой установлено, что дети на момент заключения договора и на сегодняшний день проживают в спорном доме. В связи с чем эти документы были предоставлены в апелляционный суд, и апелляционный суд принял решение в пользу детей. Этой историей заинтересовались и в милиции. Сейчас проводят расследование по статье «Подделка документов». А Инна Мороз тем временем не спешит радоваться выигранному делу. Говорит, ее кредитор уже обратился в кассационный суд. Там могут отменить предыдущее решение. И тогда семья вновь будет жить в страхе оказаться на улице. Идти некуда. Ну и опять же, дом этот я не продавала и не собиралась продавать. Никогда даже и не помышляла об этом. Юлия Черная, Анастасия Горелкина, Алексей Калмык и Борис Буцевич. Медиагруппа «Объектив».